Музыка Нужно помнить, что исторически сложившаяся Ферсановка это практически дачный поселок. Микорайон Сходня также не в далеком прошлом считался не густонаселенным районом и начал развиваться только последние 5-6 лет. У нас действует в Московской области и соответственно в городском округе Химки программа жилища, которая определяет перечень ветхих жилых помещений, которые подлежат расселению до 2022 года. У нас такая программа. Касаемо Сходни, мы действительно часть ветхого фонда планируем расселить в следующем году, в 2021. Это Первомайская, по улице Первомайская, где люди получат очень удобное и комфортабельное жилье, которое сейчас строит даже на жилищный комплекс Сходни парк. Да, конечно, люди, которые проживают по адресу Первомайская, подлежат расселению в 2021 году. По плану они должны в 2022 году было, но путем личного приема главой городского округа Химки Дмитриевич Волошиным, он им передвинул, попросил передвинуть сроки вселения из одного корпуса в другой. В результате этого люди получат жилье на год раньше. Я думаю, что это замечательно. Люди попали в сложное положение, их застройщик не смог продолжать строительство. В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело, и перед администрацией остро стал вопрос о расселении, о принятии решения по замене застройщика. Законом предписываются нам компании такие подавать на банкротство, и в рамках банкротства уже удовлетворять требования кредиторов. Но это более длительный путь, и он и приведет к вопросу решения прав обманутых дольщиков. Мы пошли немножко другим путем, были применены новые схемы правовые. Мы заменили одну компанию на другую, подписав договор. Сейчас данный объект достроенствует общество с ограниченной ответственностью, стройгрупп. У нас были очень серьезные проблемы с подтверждением лимитов по газу, которых удалось решить благодаря депутату Мособлдумы Адмиру Голубкову, непосредственно, который участвовал в решении вопросов. И первое строение, которое мы ожидаем, вводится будет до Нового года. То есть, в конце концов, у нас будет 331 счастливой семьи, больше в этом году уже. По поводу улицы Вишнева, 31, действительно, это является нашим проблемным объектом. Пожалуй, одним из самых длительных проблем образовалась практически в 2007-2009 году. И с этого момента она находилась в замороженном состоянии. Люди, конечно, испытывали действительно неудобства, связанные с этим. Нам не принято было решение не достраивать этот объект, потому что мы не можем пока найти, в связи с сложностью достройки этого объекта, значительными финансовыми вложениями. Администрации было принято решение расселять всех тольщиков в другие объекты. На настоящий момент у нас достигнуто уже с четырьмя компаниями, которые ведут строительство на территории городского округа Химки. И которые будут расселять их людей. Порядка 75 квартир мы уже готовы будем предоставить в 2021-2022 году. Это существенно. Эту работу мы останавливать не будем. Мы надеемся все 400 семей расселить обязательно. Стройки зависят целиком от строительства многоэтажного жилого строительства на территории городского округа Химки. Любой дом, который будет предполагаться к строительству, мы у этого застройщика будем, соответственно, брать квадратный метр для обеспечения именно вот этих людей.